Вашим вниманием президент футбольного клуба Пакева Евгений Михайлович Семягиев. И зваем клиента Патру Прич-Гусев. Евгений Михайлович, попрошу вас, наверное, начать. Патру Прич-Гусев в начале сезона, стоящие в Генералисты, а тема проху касающимся апрелька нового чемпионата России в второе лиги, зону-центр, 14-15 годы. Профессионно уже за последние годы вопрос ставит только в том, чтобы мы заняли в этом сезон первое место и повысили уровень футбола в классе для того, чтобы перейти в первый дивизион и радовать нашу болезнь. Сегодня задача такая стоит. Сегодня задачу перебошел опытный тренер, который, собственно говоря, своими действиями, своей работой, особенно последние полгода, когда работали в Санкт-Петербурге. В общем-то, задача, которая стояла перед Алтур Телевичем оставить в первой лиге «Динамо» в Санкт-Петербурге, она была успешно выполнена. И, собственно говоря, это один из парторов, который, собственно говоря, дал толчок для того, как пригласить кого-то специалистка. Помимо этого, могу сказать, что достаточно большой кассик арт-фитболистов, который был в прошлом сезоне, он остался. Почему-то средняя линия защита, это нападение. То есть и там, и там, и там люди, которые, собственно говоря, уже играли, они остались. Но, тем не менее, для того, чтобы усилиться, мы пригласили ряд футболистов дополнительно. И сегодня заключены контракты практически на всю обойму тех футболистов, которые должны играть, порядка 18 человек. Завтра будет заявка дозаявлена. Мы оставляем умышленно порядка четырех-пяти мест для того, чтобы по итогам первых двух-трех игр посмотреть, где у нас необходимы будут усилия, необходимости усиления той или иной позиции. И, собственно говоря, мы сегодня готовы к тому, чтобы начать сезон и решать ту задачу, которую, собственно говоря, до сих пор, к сожалению, не есть. Поэтому вот примерно в таком ключе, наверное. Если надо, необходимо сказать о тех, кто ушли и как ушли, зададите вопрос, если он актуален, необходим. Те, кто пришел, наверное, главный тренер Алла Ушаник скажет, потому что, в принципе, в основном футболистов приглашал Пал Пантелеевич для того, чтобы сформировать то, что мы увидим на поле, заложенное у него в мыслях и в голове. Поэтому, собственно говоря, у меня пока предварительно все. Я, наверное, предложу Пал Пантелеевич еще несколько слов сказать, а потом второй вопрос. Так? Хорошо. Ну, то, что сказал Евгений Михайлович, что стоит задача выхода в футбольную национальную лигу, это однозначно. И я с удовольствием, когда поступил это предложение, зная то, что футбольный город Воронеж знаменит своими болельщиками, своей любовью к своей команде, то, что футбол любят и понимают здесь, это однозначно. То, что руководство клуба делает все для того, чтобы команда успешно выступала, здесь тоже все однозначно. И за то время, которое я нахожусь в команде «Факел», я ни разу не услышал слова «нет» в плане того, что необходимо для плодотворной подготовки и успешного выступления в чемпионате. За что я очень благодарен руководству клуба и Евгению Михайловичу, и Ирина Анатольевна, прежде всего. То, что касаемо состава, Евгений Михайлович сказал уже, что костяк сохранен, но те позиции, которые в силу объективных причин стали вакантными, требовалось усиление. Усиление тех ребят, которые пришли сюда практически со всеми, не практически со всеми, я знаком в той или иной мере в разные годы, в разных командах по совместной работе. Я знаю их человеческие качества, я знаю их профессиональные качества. И то, что они приглашены сюда, несу за них, и за результаты я полную ответственность. Полная ответственность. Поэтому та задача, которая стоит, она будет выполняться, и я уверен в том, что мы выполним эту задачу. Коллеги, пожалуйста, теперь мы переступаем к общению. Вопросы ваши. Павел Путылевич, в принципе, на молодежный состав надо будет сейчас большой игрок. Есть внимание, посмотрите, уже за предмет. Ну, те игры, которые молодежный состав проводят, проводят здесь, я, вот они играли, две домашние игры, на двух игр я был, смотрел их, играли они здесь, с Притамбуковым, как это? Ну, Тамбовская команда. Там, да, с Тамбовым они играли. И играли... На Новый Вус. На Новый Вус. На Новый Вус. Я ездил, смотрел вот эти игры. Поэтому я... Ну, и фактически, двусторон, которая была позавчера, это два дня назад, 8 человек из Дубля участвовали двусторон, поэтому, собственно, внимание главный тренер сразу выделяет, и кейеры, которые были, уже посещены. Шифрин Леонид Теревевик, вообще, я к вам вопрос. За последние полтора года Владимир Пантелеевич стал четвертым главным тренером в Факеево. 19 июля, по-моему, прошлого года, когда вы Владимира Муханова доставляли, говорили, что там у человека как бланк, что мы там рука об руку, нога об руку, и тем не менее, четвертый главный тренер за полтора года, многовато, наверное, все-таки. Почему, на ваш взгляд, по каким причинам задачи не были решены, и как президент клуба, который принимает, в общем-то, кадровые решения, видите ли вы свою вину, свое упущение в чем-то? Если это, вот, на самом деле, как, то в чем не будет. Начнем со второй половины вашего вопроса. Если та задача, которая была поставлена в начале сезона, не выполнена, значит, я не полную ответственность за то, что я ее не выполнил. Это естественно, и никуда от этого не денешься. Поэтому, говорить о том, что признаю я свою вину, я же не на суде, да, я реально понимаю, что действительно задача, которую, собственно говоря, ставили, не вы. И, как говорят, выиграл кто? Футболист, да? Проиграл тренер. Даже старше проиграл я. Но не хочу оправдывать себя в том, что есть ряд объективных причин, которые действительно были ряд объективных причин, и которые, собственно говоря, ровно вам предусмотреть было нельзя. Я, наверное, все, что происходило в сезоне первого круга, я озвучить не буду, но, тем не менее, задача не выполнена, и, естественно, я принимаю весь удар на себя. То, что касаемо четвертой главной треи, да, многовато. Многовато, собственно говоря, в любом случае сказывается и в пуститье команды. Помните, когда Муханов пришел, ни одного человека не осталось, кроме Льва, кроме Тимнадцатого. Остальные все были почему-то уволены. Хотя, на мой взгляд, те баллисты, которые пришли, вместо тех, которые были, не все были сильнее. Но главный берет на себя ответственность. И вмешаться в деятельность главного тренера я не себя. Я не тренер, я функционер, я обеспечиваю все необходимое для процесса, который называется «пуку». Дальше перед уже главным тренером. Но, к сожалению, ни один из тех тренеров, который были, не выполнил ту задачу, которая перед ним стояла. Ни Муханов, ни Чегулик, ни Муханов, ни Александр Иванович Пережков, который должен был, все-таки, при том составе, который был, выполнить и победить в десяти играх, хотя бы для того, чтобы создать определенную напряженность в стане главного конкурента. Но, к сожалению, сразу ничьи, какие-то были, не сразу через двинеры ничьи, плюс провережь в Иксе, непонятно. Но, естественно, у меня доверие в эти ситуации было бы исчерплено. Что касаемо, там, нога за ногу, на шею или куда, я не знаю. Это уже, кому суд вели, это уже и эротика. Я немножко иронизирую, естественно. Вы понимаете, если изначально сказать, Павел Канделевич, тебя не будет. Что Павел Канделевич скажет? А зачем приглашал? Естественно, любой тренер, который приходит, естественно, у него полное доверие со стороны руководства. Другой вопрос. Почему тоже Муханов? Ведь я не могу просто озвучить эти темы, к чему мы расстались. Да это все знают. Ну, а если все знают, что задавать, тогда такие вопросы. Я надеюсь, таких проблем, которые были с другими тренерами, упал под телечием. Это вот один из тех прекрасных факторов, которые есть и в его характере. Ну и плюс, все-таки, оба тренера, да и три, они в российском футболе порядка двух лет, при той квалификации, которая, собственно говоря, у них есть, не зная кретинги на футболистов, поэтому доверились определенным лицам, которых тоже нет сейчас в команде. Которые формировали футболистов для тех, кто ненежит. Поэтому я надеюсь, что при том опыте, еще раз повторюсь, при том, что Павел Патилеевич знает российский футбол, ни понаслышке, ни два года назад, потому что многое меняется в течение полугода. Получил там футболист травму. Вчера и орал, сегодня, уже нет. Поэтому хочется все-таки вместе с Павел Патилеевичем довести вопрос выхода в ФНЛ до логического завершения. И мы это будем делать. Юрий Козлов, Базета, Комсомольская, Бравда. Представим гипотетическую ситуацию, что команда играет хорошо, привлекаются молодые футболисты, тоже показывают себя с лучшей стороны, но что-то не получилось, не вышли в ФНЛ. В этом случае Павел Патилеевич останется? Ну, вот, я не очень понимаю вот эти провокационные вопросы. Что такое? Привлекаем футболистов, вроде игра есть, если привлекаем футболистов молодых, а мы действительно сейчас на фоне того, что там пара человек, которые опытные, в основном футболисты там 23-25 лет привлекаем, и надеемся на них, поскольку глаза у ребят горят. Я сегодня смотрю в большинстве своем, варя в глазах у ребят, которые выходят на поле. Я с ними провел практически каждый контрольный матч, на тренировку был. Я вижу, как ребята отдаются, в отличие от того, как это было раньше. Вот возьмите, просто проанализируйте, когда футболисты выходят на поле из-под трибуны. Вот, как выходят соперники, как выходит пакет. Пакет выходит, глаза опустили, идут как на каторгу. Те же идут суральком. Сейчас немножко другая ситуация, и, собственно говоря, те ребята, которые пришли, они хотят наказать свою и нам показать о том, что они не зря приехали в Воронеж для того, чтобы решать задачу. Поэтому действительно не хочется верить в ваши слова, но я надеюсь, что много задачи будет у нас в ФНЛ решать совершенно другие задачи. И действительно ли потолок контрактов, пересмотрен в сторону, уменьшение? Да. Те, кто футболисты остались, поскольку пытались и в том числе таким образом привлечь хороших футболистов за счет хорошей зарплаты, сегодня пересмотрен вовсе. Те, кто не согласился, что сегодня не хватит. Ну это означает, Павел Ватерьевич, уже к вам, о чем мы с вами тогда говорили, то есть, что не имена в футбол играют, да, какие-то громкие, а реальные люди, которым, ну как по тому пути, что сок ушел в прошлом году, да, то есть голодные до игры людей брать из каких-то низших дивизионов, а не пресыщенных наших звезд, этих сбешеных, окладных. Естественно, ну слово «звезды» здесь чисто условно. Чисто условно. По меркам второй лиги, да. И то, что Евгений Михайловича озвучил, это действительно так я готов подтвердить. То, что было два года до этого, и сейчас ребята, которые, Костя, который остался, мы со всеми беседовали, Евгений Михайлович, я, все руководство беседовали, и мы пришли к общему знаменателю, что спортивный результат приведет к материальному благополучию, а не наоборот. Я подписал контракт, и все. Те люди, которые хотели играть в факеле, они остались. Пошли на понижение зарплаты, пошли на понижение. Ребята, которые пришли, это ребята, которых я еще раз говорю, я их знаю с чисто человеческой, профессиональной точки зрения, да, знаю, что они себе представляют. И они, принимая эти условия, они все амбициозные ребята. Даже те, кто постарше, поигравшие на хорошем уровне, они пришли в команду решать задачу, а не просить что-то. Они пришли зарабатывать деньги. Зарабатывать. Не получать, а заработать. За результат. За результат. Те люди, которые, есть категория футболистов, которые подписали контракт, считают, что жизнь футбольная у них удалась. Здесь таких не будет, не будет. По одной простой причине. Здесь должен быть, сейчас складывается коллектив единомышленников. Те ребята, которые амбициозны и хотят заявить о себе в футболе, да, возможно, они ниже классом, некоторые из них, ниже классом, которые были до этого здесь. Пока. Да. Но они, я очень надеюсь на это, что ни болельщики, ни специалисты, ни средства массовой информации не увидят равнодушия на поле. Это самое главное, что должно быть, да, самое главное. И что результат придет, у меня нет сомнений. Нет сомнений. Не амбициозные игроки для меня неинтересны. Юрий Холодов, газета «Игрок». Называю вещи своими именами, последние полтора года Факел сталкивался с одной из главных причин решения задачи, была недооценка соперников. Если можно, поделитесь секретно, как вы планируете эту задачу решать. Потому что Евгений Михайлович говорит, что вот в «Эксе» у нас матч непонятный. Евгений Михайлович, это для «Экса» был матч, может быть, единственный в сезоне, когда футболисты могли заявить о себе. Надо быть готовым к тому, что из всех соперников... Отвечая на Ваш вопрос, да, я понял вопрос, спасибо. Естественно, приходя, когда уже Евгений Михайлович мне сделал официальное предложение, я анализировал создавшуюся ситуацию. Вместе с Евгением Михайловичем мы анализировали эту ситуацию. Ситуация предельно проста. Факел потерял львиную долю очков, которые не должен быть терять. И потерял он со всеми, скажем так, но не командами с первой шестерки, допустим, да, а с командами, которые находятся внизу турнирной таблицы. С чем связано? Не с уровнем мастерства, да, уровнем мастерства у команды, у игроков было достаточно. Значит, не было достаточно настроя, мотивации, недооценка или переоценка своих возможностей, недооценка команды соперника. Ситуация предельно простая. За каждую победу три очка в турнирной таблице, да, любое поражение, любая ничья, это сразу потерянный и разрыв между командами, конкурентами, то есть лидирующей группой. Поэтому здесь все это делается очень просто, в цепь прост. Настрой через тренировочную работу и требования как в повседневной жизни, так и в игровом плане. Тогда этих проблем будет минимум. выход на поле выход на поле сегодня на сегодня самых подготовленных футболистов. Потому что, в принципе, если вспомните, то у нас в прошлом сезоне был определенный костяк, который выдвинить практически был ненабор. Почему-то не было доверия всем остальным, кроме 11, 12, 13 футболистов. Было такое? Было. Вот стали ставить Аршина весной. Аршин показал, что он, в принципе, футболист хорошего уровня. И если он будет сидеть на скамейке, то, честно говоря, не толкаться. Поэтому здесь, собственно говоря, я уверен в том, что на каждую игру будет выходить тот состав, который на сегодня самый сильный. Те футболисты, которые сегодня более подготовлены. Это тоже будет фактор для того, чтобы те очки, которые мы теряли, не теряли. И, естественно, выходить на каждую игру только с мыслью о том, что мы сегодня должны быть. Капелу Канделевичу, вопрос. Ваша тренинская креда. Ну, в двух словах, если капелла или хидинг, что вы предпочитаете? Я считаю, футбол, который я сам проповедую и вижу. Отвечая на тренинская креда, это сбалансированная игра, сбалансированная. Разумное сочетание атакующих и оборонительных действий. Быстрый футбол с быстрым переходом от обороны в атаку и с выходом с атаки в оборону. Зрелищный футбол, который нравился играет. Если будут ребята играть такой футбол, почему мы стримимся, то зрителям будет интересно. Павел Путиневич, ситуацию с молодым игроком прокомментируете, сколько вы говорили, что 2-3 должно быть 94-го года рождения, что на данный момент кто-нибудь претендует? Мы в этом с Тивенем Михайловичем едины. Три игрока должно быть. Три игрока, потому что в нори есть регламент, есть дисциплинарные санкции, получил игрок определенное количество карточек он пропускает. И хотелось бы, чтобы это были игроки, но не в десятером. Да, не в десятером. Игроки, которые, скажем так, не портили картину, напали. Напали все. На сегодняшний день два у нас молодых есть уже в составе. Два в составе. Сейчас мы ведем поиск третьего. Я думаю, что мы... А можно их назвать, этих молодых? Коробов и Мичуринков. И кто? Терновский, Коробов. Ну, три получается. Да. Но здесь такая ситуация Мичуринков. Коробов, Мичуринков и Терновский. Ну, Терновский, вы сами понимаете, что молодой вратарь, хорошего уровня, Дима, хорошего уровня. После травмы парень, И, предположим, случись что-то с ним, значит, если делать замену молодого на молодого, то это промежуточная замена, что не хотелось бы. Мичуринков нападающий Коробов полузащитник. Пока, собственно говоря, все идет по клаву, в том числе и по молодым. Я прошу прощения, Коробов и Мичуринков пришли, откуда-то и... Да, из Волгоградского. Мичуринков с Ротера, а Коробов, по-моему, в Сибирь 2, Да, он последний сезон был в Сибири 2, но в Сибири 2, ну да, в Сибири 2 он последний сезон. А Мичуринков из-за Волгоградского. К Евгению Михайловичу вопрос, если возвратиться, можете конкретную цифру назвать? Потолок контракта понятно, присмотрен стоимость решения, а вот если брать общую сумму, насколько расходы на контракт уменьшились по сравнению с прошлым сезоном? Какая у вас дохода? Какая у вас дохода? Ну, какой у вас доход? И ответ. Сокладку на ровер, и ответ. Еще вопрос. Какие позиции все-таки вот сейчас перед стартом уже нуждаются? Ну, понятно, что сейчас, наверное, до 12 уже ничего не произойдет. Вы сказали про резерв, который остается небольшой. Все-таки игроки какого амплуа еще? Ну, Евгений Михайлович сказал, что у нас на данный момент есть 18 игроков, которые начинают все в равных условиях начинают. Позиции мы определим, но для нас они понятны. Для конкуренции все, нам нужно даже количество, игрок в линию обороны в среднюю линию. Если взять вратарскую позицию, у нас три вратаря с учетом молодого три вратаря. У нас по каждой линии есть запас футболистов, которые не хуже тех, которые могут выйти в остатки. дефицита сегодня нет. Ни в защите, ни в полузащите, ни в нападении. Тем более на вратарской. То есть 18 человек получается у нас порядка 4 защитника, чисто защитника. 5 защитников, не считая Дубровина, который может в принципе передвинуться. По-моему 5 у нас 7 полузащитников и 4 нападающих. 5-й молодой у нас вчера приехал. То есть в принципе как бы баланс такой он существует. Единственное нам хочется посмотреть теперь на какую позицию надо усилить еще тех, которые будут играть, но более повлицированные болицы, если это необходимо. Конкуренция должна быть в каждой линии и на каждую позицию по 2 игрока приблизительно равноценные. где-то что-то сильнее будет. Так в принципе если по схеме такой защиту одного полузащита одного нападения 5 человек но если необходимость нужна будет мы до 1 сентября можем взять квалифицированную супболистов нападающих если будет нет. Поэтому мы сейчас остановились пока в том что приглашать супболистов на контракт просматривать то есть вот сегодня есть косяк команды которые выйдет 12 числа на поле а дальше по мере игр буквально 2-3 игры изыграем посмотрим если будет необходимость усиления серьезных усилений выпусить почему такая ситуация потому что вы прекрасно понимаете что костяк остался но влилась большая группа новых игроков здесь вопрос времени нужно чтобы сыграться игровое взаимопонимание было потому что дефицит времени действительно есть но мы определяем те позиции которые явно нужно усилить потому что мы смотрим различные сочетания игроков которые может быть не совсем ну допустим я смотрю не совсем свойственная для него позиция я допустим вижу сочетание потому что где-то за счет одного игрока усиливается качество другого кто-то сильнее в оборонительном плане допустим защитник фланговый а крайний полузащитник предположим больше атакующего плана здесь должно сочетание быть сочетание взаимодополняемость и мы будем смотреть это сочетание если где-то мы видим что явно какие-то проблемы значит мы будем более квалифицированно более опытного там игрока приглашать на конкретную позицию уже вся селекция основная закончена и с учетом того что трансферная компромет закроется 1 сентября у нас пока необходимости срочно порядок или решательный мы оставляем специальные места в заявленном месте почему клуб Орбас остался неже там еще ряд знаков игроков это с тем интерьерными соображениями или с тем что они помочь просто не смогут в ближайшее время довезти никто смотрите весеннюю стадию кто из них игроков сейчас требуется 7 операций мы оплачиваем операции мы не извините в кавычках не украсываем на улицу мы скажем побеседовали с Акипенко не снижили с Петерщиковым то есть в принципе находим взаимовыгодные какие-то условия для того чтобы человек не остался на улице без денег и так далее и так далее но к сожалению жизнь футболиста такая и до весенней стадии а это еще не факт что не смотрят как пройдет операция как пройдут революционные восстановительные процедуры как вольется уже в коллектив то уже практически на 2-3 игр поэтому пообщались с ними пришли к обоевному согласию то лучший вариант просто ну понятно что это как уже прошлое но тем не менее у вас как у президента есть какое-то логичное объяснение в череде вот этих травм которые настигают игроков факела человек вышел на поле сделал шаг упал унесли условно говоря все-таки вот это что-то где-то на уровне процесса что-то не в порядке было или какое-то нестеченье это наверное больше мне ну данная ситуация анализировали но я тоже пришел я был удивлен что такое количество травм причины две причины две либо проблема в учебно-тренировочном процессе неправильно спланированный учебно-тренировочный процесс хотя я далек от мысли что такого уровня специалисты недостаточно хорошие мухановы корешков все возможен такой вариант и второй вариант это неправильный диагноз на начальном на начальной стадии вот поставили неправильно человек получает травму да не сразу вот допустим ситуация столик столиком нежели с Антипенко и с Татарчуком там немножко сложнее да вот допустим поставили ему неправильный диагноз неправильное лечение на начальной стадии и он усугубил эту травму и привело к таким плачевным последствиям а если бы изначально поставлен диагноз изначально правильно там хрящ у него изношен да делали таких последствий бы и не было но здесь допустим разрыв ахилла и крестообразной связки тут сложнее немножко и так немножко назад возвращаясь то что вы задавали Евгений Михайлович ну физиология есть определенная физиология почему вы говорите расстались физиология человека операция просто восстановление это от 4 до 6 месяцев тут заявка ограничена и понимаете еще что наверное сказать однозначно здесь никто не скажет почему но исходя из того что происходило допустим у Муханова Муханова рвали все сзади все сзади значит явно какой-то учебно-тренировочный процесс происходил неправильно намерно от меня сейчас говорить не но скорее всего у Корешкова колени все порвали заднюю практически нет тоже наверное какой-то есть определенный намер на то что учебник перевелся посылку как-то поставлен не так но сказать однозначно кто вот виноват в этом вот этот виноват в этом вот этот я не могу я могу только предполагать но реально происходило то что исключение исправят не может такого быть чтобы к концу сезона к концу круга оставалось 11 человек на пункте больше заменить мы играли так с Соколом мы играли так со Старом Осколом да и Выкси так же выкси нет Выкси там две желтые были двух человек они потом там же переходы с газон на газон я понимаю что физиология правильная полотенделевич говорит о том что у некоторых футболистов физиологически заложило так что ему просто не рекомендовано играть на том или ином газоне особенно с переходом на грунт на искусство или на пару а некоторые физиологически все равно хоть такое поле хоть такое поэтому дальше ведь если взять нежиле только ведь у него проблемы старые оказались у него уже была операция на одном колене до прихода парня видимо какая-то травма была втором колене которая усугубилась не а антипинка хронический ну что антипинка из 20 игр первого круга сыграл 5 и 5 игр сыграл второго круга ну травма опасная сам по себе чисто высокие видимо какие-то там хотя говорю и тот и другой футболист хорошего уровня и нежилев и антипинка ну к сожалению антипинка вообще уже такой что в принципе да пора заканчивать вот ну а вот такая ситуация Евгений Мартынов газета Европ вы сказали завтра будет дозаявка там 8 человек нам дозаглядут кто именно попадет в заявку много сальников там будет сальников будет Коробов Баловин Гелевский Дранников Сушкин Котляров Насколько готова команда под вашим руководством решать главную проблему играть придется постоянно первым номером секретов для вас нет но если в первом дивизионе приходилось там разные тактические схемы как насколько вы сейчас кто забивать вообще будет решать эту тактическую задачу команда команда готова и будет готовиться еще и по ходу чемпионата подчеркнуть то что там сыгранность и все а забивать будет группа атаки группа атаки это не только нападающие это и средняя линия участие защитника в атакующих действиях при определенных схемах стандартное положение надеюсь на то что вклад в результат команды будет каждый вносить в пассивный свой командное оборонительное действие должно быть в схеме и командное атакующие действия что я говорил в классе на ноябре что касается клубка некоторые команды стараются быстрее их предсказить чтобы сконцентрироваться на чемпионате здесь в Пайблок ну допустим команда которая быстренько пытается проскочить есть категория команд которая быстренько не получится проскочить дойти до финальной игры это длительный путь а вы имеете ввиду что знаете как ну вот вы в какие-то игры кто-то из вас играет ну в шашки шахматы вы садитесь за стол не для того чтобы проиграть правильно я понимаю так же ну как что значит вопрос вопрос справедливый по одной простой причине вспомни спартак когда еврокубка и выставил второй состав непонятной команды я даже не помню как ее называют и пробовал дома с каким-то разромным входом вы имеете ввиду что приоритеты расставляются либо чемпионат либо куба и там и там будем играть да играть как получится как получится но я уверен что получится все хорошо все будет нормально но это футбол это жизнь это живые люди это же не роботы выходят к примеру буквально позавчера мы все видели весь мир в шоке находится как может бразильцы у себя дома 7-1 проиграть и там при счете 7-0 забивает азил 8-ой мяч и на 0 закончили это бразильцы да бразильцы это футбол все может быть все может быть нету мысли для нас того чтобы освободиться от кубка и сосредоточиться только на чемпионате в любом случае если ставить такую задачу то ничего не решишь поэтому каждая игра которая будет на поле по всякому случае ставится задача одна в игру возможен такой вариант возможен ну все ребята это обойма все кто в заявке игроки команды фактов которые будут все вместе мы все вместе решать задачу выхода футбольного национального и к моменту кубка возможно получат возможность те ребята которые меньше игровой практики но это не значит что они хуже а эти лучше кто выходит в чемпионате все в одинаковых условиях просто чтобы получить там тем более 5 замен если что восстановить нет мы беседовали с полководцем по поводу этого кубка и у нас мыслей даже не было о том чтобы будет возможность смотреть на протяжении определенного кристалля воронежские болельщики смотрят одни и те же практически команды здесь возможен вариант что кто-то с другой зоны команда либо задача команду допустим ФНЛ а может быть команду почему нет привести команду сюда воронеж это праздник будет премьер лиги команда праздник поэтому никто такой задачи не ставит но будем играть о соперниках основных скажите пару слов в сезоне назовите основных курс назовите основных кто у нас основные линский курбат конкуренция с моей точки зрения в этом году будет немножко серьезнее чем до этого почему потому что по тем моментам кто комплектуется я отслеживаю команды и какие задачи будут ставить то будет группа команд это команд 5 с моей точки зрения это будет это Тамбов это Курск это Пенза Витязь Витязь на самом деле то что Тамбов и Курск сегодня реально ведут достаточно неплохую сезон и усиливаются и то что финансированные и в Курске и в Тамбове это из уст главных тренеров им увеличено это говорит о том что они реально готовятся к тому чтобы составить конкуренцию сказать о том что у них стоит задача выйти в фанейл может быть у Тамбова может быть и Курск ну если Тамбов представлять перед первой линией вот так чисто подумать ну пусть представляют другие люди те кто этим делом занимаются это их проблема у нас проблема другая у нас проблема все таки закончить те мучительные действия которые производят болельщик на стадионе когда он не видит хорошего футбола и мы вечно открутимся в этой второй лиге вот наша проблема и задача а то что в Тамбове что его представляют ну пусть представляют те люди которые финансируют его там кто тренирует хотя хороший тренер там передняся или он дай бог ему что-то у него все получилось но у нас совершенно другие задачи поэтому мне не хочется входить в ситуацию того или иного клуба и в Тамбове нас главная задача сегодня совместно с вами чтобы не было каких-то раздравив понимаете вот читаю очень много в прошлом году факел купил все а че факел купил куда он купил какие игры он купил придумайте никто так не писал никогда факел купил я могу дать задание я могу дать задание и соберу сейчас никто такое никогда не писал этого что-то не туда я не туда мужики вот вы же сами пишите иногда не замечая о том что вы своими фразами футболисты думаете не читают читают у них глаза есть буквы знают и читая о том что какой-то негатив идет про пакет футболистов у него тоже немножко если команда плохо и играет ее хвалить на поле говорят что они велик а вы что думаете я специально смотрю сейчас информацию о бразилии и вы что хотите сказать что вся страна сказала вы сволочи и все они поддерживают команду они поддерживают кроме там каких-то понятных и непонятных людей на самом деле поддерживают команду и так много и так много не поддерживают никто и нигде я думаю что в большом долгу если команда согласна я вас прошу всех давайте объединим усилия для того чтобы совместными потугами усилиями вы со своей точки зрения где-то может быть и да чуть-чуть подхвалить а почему нет у ребят тоже возникнет какая-то такая уверенность в том что да мы сыграли надо надо исправляться надо это а когда его тюкают по голове постоянно капелька воды капает по мозгам и доходит до пяток потихонечку если уж говорить о том что вы сейчас начали прошлый год если люди получают там урны первые восьмок и фонарь по окладу мы прекрасно знаем порядок цифр половина знает и на поле выходит по большей части что-то имитирует зная что они эти деньги получат а что люди даже на руках если позволите я два слова скажу по этому поводу здесь Ирина Михайлович начал рассказать я хочу сказать следующее что здесь в этой комнате на этой пресс-конференции собрались люди одержимые наверное одной мыслью чтобы команда факел радовалась зрителей и была уровнем выше немножко я не сомневаюсь в этом каждый со своей стороны едины должны быть едины я прошу просьбу что если мы заслужим этого это футбол все может быть заслужим объективная оценка ситуации должна присутствовать вы делаете свою работу мы очень уважительно относимся к этому к вашей работе все потому что вы делаете большое дело вы доносите ту информацию которая есть в команде с командой что происходит как она участвует то есть играет аналитическую часть какую-то проводите все но это должно быть в таком в такой форме что уважительное отношение друг к другу да вы в команде мы к вам ни одного из вас не было же наверное и не будет вот допустим с моей стороны никогда хороший результат плохой результат я никогда не отказываю журналистам в интервью по одной простой причине потому что вы информацию которая есть должны получать из первых уст из непосредственно команды от руководителя команды от игроков от тренерского штаба а не кто-то где-то сказал на уровне слухов это не не есть хорошо а эти слухи потом немножко обрастают другими слухами да и получается какой-то негативный комп свалившийся на головы игроков руководителей и всех поэтому объективная оценка нет проблем никаких и мы мы прекрасно понимаем что что все хорошо в одночасье ну не может быть мы будем стремиться к этому мы будем развиваться и двигаться все вместе вперед павел пантелеич вот послезавтра уже стартует первый тур все ли люди в строю на которых вы рассчитываете никого травмированных нет кого бы хотели увидеть на поле послезавтра они сможете ну травмированных нет единственное что первым скорее всего на первых два тура пропустит Саша Болонин ну в силу объективных причин он переборел ветрянкой поэтому он только в больнице два дня как вышел а так в принципе все готовы надеясь на то что сегодня и завтра никаких серьезных травм никто не получит все готовятся к чемпионату все полны решимости начать стартовать и порадовать хорошей игрой результатом воронежского болячка а в этом году на Татарчука уже можно не рассчитывать он наверное не подлечится он еще не сделал операцию простая простая ситуация я не не медик но я знаю какие-то физиологические моменты в силу того что когда-то изучал в высшей школе тренеров эти моменты физиологию анатомию от момента операции как он будет восстанавливаться но крестообразные связки и плюс рецидив старой травмы это может затянуться минимум полгода дай бог чтобы он восстановился если восстановятся ребята и будут соответствовать какому-то уровню наверное мы сможем рассмотреть при всех было приятных условиях четыре месяца это минимум к тому что он может приступить к тренировке все остальное если четыре месяца то считайте наяву месяц плюс ему надо форму войти это кресенье не дай бог какие-нибудь там рецидии помните терновского делали одну операцию когда влезли посмотрели там вторая нужна даже делали не совсем удачно то есть как бы мальчишка конечно он не справдался в плане серьезно в плане того что какие-то видимо все-таки ошибки были в докторах и так далее поэтому я же говорю до весны помощников вот из этих ребят нет Терновский сейчас остановился на 100% или еще не совсем какой-то дискомфорт дискомфорт какой-то чисто психологического плана это естественно что где-то он страхуется где-то все но он работает в общей группе в общей группе в полном объеме с учетом того что он много пропустил даем возможность ему задублирующий состав здесь когда играем двухсторонне мы все время трех тратарей даем определенное количество времени каждому из них все поэтому проблеме ставить дубли вот двусторонне стоял второй играть с вексой будет в воротах котлеров состав мы накануне определим состав за день пока еще не ясно нет все все готовятся к игре кто выйдет стартовом составе я объявлю за два часа начало игры все готовятся все все имеют шанс выйти в основном составе какие-то тактические наработки может быть не только смотрели для себя в матче чемпионата мира как тренер в чем-то логатильности что-то увидели новое футбол настолько скажем так консервативен в плане того что даже если брать правила игры вот как с 1863 года практически ничего не меняется пытались на линии ввести дополнительных судей сейчас новшество новшество баллончик появился там отметка все а так схемы каждая команда по-своему проповедует схемы многие команды там играют с тремя наподачи с двумя опорными все зависит от бронеготовности исполнителя такого что-то что-то новшество как допустим чемпионат мира помните если 74 года кто-то помоложе не помнит все кто-то старше помнит тогда это был что-то как команда из космоса команда галакти тотальный футбол тотальный футбол собственно для многих это стало на мировом форме новшеством а новшества здесь как такового не было потому что тот футбол который показывала сборная Голландии на чемпионате мира 74 года тотальный тогда называли футбол это не что иное как прессинг высокий прессинг прессинговали они при потере мяча сразу но этим занимался великий наш российский советский тренер Валерий Васильевич Лобановский Киевская Динамо раньше немножко в такой футбол начало играть начало играть на чемпионате мира мы увидели что наша сборная практически не обыгрывает один в один вот в тренировочном процессе как-то поощряйте индивидуальные действия или все-таки будешь старт команды ну как индивидуальные действия индивидуальные действия это грубо атака естественно мы над этим работаем это их работа если человек не работает защитник один в один отобрать мяч не может или нападающий один в один не может обыграть то это говорит наверное не о совсем так скажем высоком уровне мастерства на каждом этапе в зависимости от того в каком дивизионе человек играет он должен этими навыками обладать а если не обладает то издержки нужно искать не в команде если он пришел уже в команду он должен прийти с определенным набором качества и навыков это нужно искать там в истоках начиная с того где закладывали эти навыки ему детская спортивная школа это тема отдельного разговора мы сейчас о факеле говорим с выбором Курбатова как отношения строятся как с соперником или может быть есть какие-то планы разговоры о том что фан-клубы что-то сделают из него или это невозможно в принципе да нет даже не встречались по этому поводу с руководством такая же команда как и все остальные 15 или 16 16 16 с чертами поэтому абсолютно нигде что дальше будет дальше посмотрим потому что в принципе иметь три команды ну дай бог мы выйдем две команды здесь уже можно будет о чем-то мечтать по поводу по поводу подготовки это естественно возможно сейчас пока мы находимся в Абалинии я уже у Павла Петеревича спрашиваю вам хочу такой же вопрос задать чем факел Павла Гусева от факела Александра Щегольева Владимира Муханова Александра Корешкова будет отличаться ну на этот вопрос Евгений Михайлов нет пусть президент давайте обсудим этот вопрос хотя бы после первого сегодня какое число 10 10 июля Петер Побода я отвечу чем отличается футбол Гусев пока еще ну а как нет я все это понимаю я говорю именно о вот взгляде в президент а как я должен ответить я вот не очень понимаю ну как я не знаю по вашим ощущениям каждый тренер что-то свое новое приносит один ушел второй пришел второй ушел совершенно разные игры у Щеголева одна игра была у Муханова другая у Корешкова другая была сказать чья игра больше нравилась ну это я мамки а чем отличаться будет игра Гусева но я еще не видел если честно я видел тренировки я видел те контрольные игры где просматривались футболисты о какой игре Гусеву сегодня можно говорить пока рано при том может быть первого круга быть я говорю не только о том что происходит на поле а вот может быть эмоционально чисто отношения с игроками принципы какие-то позиции не только то что на поле происходит а вот может быть отношения с игроками отношения со стороны я могу сразу сказать об одном факторе который уже существует бросился в глаза и заставляет в какой-то степени понимать о чем может быть быть футбол дальше дисциплина мобайф дисциплина команде дисциплина даже в том что надо позавтракать 9.15 9.30 потом это все закрывается человек не приходит в 11 а 12 тренировок вот это я уже могу сказать о женщине дисциплина действительно уже введена уже жестко второй момент опять же дисциплина связанная с тем что люди должны зарабатывать деньги не получать а зарабатывать так вот введена система депримирования причем очень жестко не так как там было раньше а здесь все жестко не пришел на завтрак 9.30 пришел 9.35 получше штрафы да? штрафы штрафы а раньше такого не было плюс он даже на тренировку может его отстранить то есть где это происходит с материальной потерей естественно естественно то есть все начинается в любом случае в коллективе как это демократия хороша тогда когда есть дисциплина поэтому здесь вот я это уже здесь наводится определенный порядок в том чтобы действительно и коллектив я смотрю подходит ко мне Могилевский там после этого и после котляр мы как бы вот здесь общее создаем мы там тоже здесь как бы вот то есть ребята уже говорят о том что целостность коллектива должен быть иначе результата не будет и собственно говоря вот это уже мне нравится Вася я сам люблю дисциплину у меня на предприятии дисциплина тоже собственно говоря и слава бог что здесь начало положено именно с в любом случае это должно давать результат и ребята я говорю те кто остался но те кто ушел они входили еще до того как мы пересмотрели контракт а все остальные остались причем согласились на то что в достаточно большой степени были снижены контракты и они готовы собственно и сегодня на поле видно что они немножко по-другому относятся к своей функции на этом пока вот в таком ключе могу сказать а дальше мы сами это все увидим на поле и дадим оценки когда будем собираться еще раз а присмотры депремирование за ничьи с откровенно слабыми соперниками за ничьи за ничьи мы вообще не премировали не предусмотрено вообще смотрим премирование а снятие соклада капитану команды также дубровин остаются на данный момент нет просто я хотел узнать как команду будет выбирать или вы будете назначать капитана назначайте продолжать моя тема единое свидетельное начале Евгений Михайлович в прошлом как в сезоне вы распределяли между предприятием и клубом время может быть сейчас в сторону клуба увеличите время или как планируется ну я не знаю собственно говоря есть представители клуба есть главные мне кажется что то время которые я сейчас выделяю достаточно если необходимость есть есть право телефон в любой момент до и ночи мы встретились обговорили сколько надо мне трудно судить буду уделять мне трудно судить график работы у Евгения Михайловича как руководителя в основной работе своей но то что здесь мы на связи находимся скажем что 24 часа наверное кто-то не поверит но действительно в любое время дня и ночи мы можем на связи мы можем позвонить там ну понятно есть какая-то уровень воспитанности там ночью никто не звонить в любое время мы на связи в любое время мы встречаемся есть необходимость я звоню там встретиться нужно ни разу ни разу ни разу я не слышал слова нет потому что ну Евгений Михайлович человек который вкладывает и средства и душу и все чтобы команда факел вышла на качественном уровне если я не ошибаюсь вы суровом решает задачу успешного выхода в премьер-лигу как вы считаете в ПНЛ выход будет легче или равноценен или тяжелее может быть даже наоборот какие-то причины чем выход в премьер-лигу или как выход в любую повышение в классе он легко не дается ни в каком дивизионе а вот правильно сказали мы с Урала выиграли кубок ФНЛ и выиграли чемпионство выиграли легко не будет здесь не будет здесь немножко даже сложнее будет потому что здесь команды ну приблизительно одинакового класса да и если там общий уровень игроков выше да ну и многие вопросы там многие вопросы в организационном плане повыше то здесь здесь получается какая ситуация здесь будет больше борьбы больше борьбы и вот класс он будет в какой-то степени нивелироваться потому что особенно все команды ну команда факт понятно что считается фаворитом все но считаться и быть таковым это зависит от нас уже да от нас и естественно что мы будем делать все для того чтобы решить эту задачу здесь будет много борьбы и каждая команда входящая против факта финальную игру любого турнира да чтобы показать себя для того чтобы ну оказаться в этой команде своим руководителям доказать что они они достойны более большего внимания по отношению к команде допустим со всех точек зрения с финансовой с организационной поэтому легко не будет легко и украл когда мы в премьер-лигу выходили легко не было легко не было я принимал команду команда была на 9 месте в чемпионате мы прошли 29 туров было 29 туров потерпели одно поражение 23 игры вообще без единого поражения прошло легко не будет но чтобы кажущаяся легкость была для этого необходимо необходимо полный полная самоотдача игроков и здоровый коллектив здоровый коллектив всех я называю это футбольная семья всех всех не только кто выходит на поле кто руководит игроками а всех всех начиная с президента клуба о качествах которого я сказал в восхитительных тонах и заканчивая всеми кто причастен к вас в том числе тогда будет легче намного намного легче не легко а немножко легче какие-то психологические моменты будете отдельно проработать с прошлым сезоном может быть какую-то психологу привлечь еще раз или у вас не понимаете в чем дело психолога многие там психолог психолог это человек со стороны который пришел и у него свое ведение нужно знать понимать и находиться все время внутри чтобы ситуацию контролировать и носить какие-то коррективы поэтому самый главный психолог это тренер который отвечает за результат за подготовку к результату а с кем как разговаривать это индивидуальные беседы где-то я могу беседовать общее собрание проводить многое разговариваю один на один потому что это люди живые люди со своими характерами со своими взглядами кто-то в силу своих эмоционального фона может воспринимать допустим повышение кто-то может не воспринимать здесь индивидуальный подход который должен приносить результат кому-то нужно палка кому-то пряник самое главное что коллектив должен быть у не кто-то не кто-то не что не что Продолжение следует...